Привет всем! Сегодня будем делать воблер для щуки с пробки. Пробку возьмем с под шампанского. Две пробки. Их нам надо будет надрезать. Для надрезов я уже сделал отметки. Вот такие вот. Их вот так вот соединим. Отмечал я линеечкой. Линейку взял, отметил. Приблизительно на глаз не мерил. Вот так вот. Сейчас нам надо будет их отрезать. Отрезать наискось. Почему наискось? Чтобы было больше площадь соединенного. Берем, отрезаем. Теперь нам надо будет их вот так вот у нас получился. Склеить. Надо будет склеить. Почему так? Потому что если их наискось площадь склеивания получше. Можно было напрямую наискось площадь склеивания получше. Так что будем делать так. Это уже проверено опытом. Так. Потом мы после склеивания вырежем четыре стороны. Дальше видим. Клеим монолит. Ну или секунду. Любой можно взять. И начинаем. Начинаем склеивать. Склейка будет где-то четыре минутки. Не больше. Сделаем отметки. Где-то сантиметра два. И надрезаем. По поводу пробки. Пробку можно поварить в воде. Прокипятить. И она будет ровной. Потому что из-под бутылки она получается гнутой. Если проварить, она получается ровной. В микроволновке нежелательно. Она в микроволновке будет разрывать ее. Так. Отрезаем. Лишнее все. Вот. Резаем лишнее. Такая заготовочка у нас получилась. Можно сказать прямоугольник. Прямоугольник. Пробку вот можно попробовать поломать. Она ломается не на клей. Она просто рвется. Рвется. Так. Теперь попробуем нарисовать. Нарисуем выбор. По своему желанию. Я буду такую рисовать. Под два тройника буду его делать. Надо определиться, куда ставить тройник будем. Ну, можно ближе к хвосту. Ну, тогда у нас придется нам отгрузку делать в виде. Чтобы носик у нас был немного заваленный в воду. Для того, чтобы лопаткой захватил он воду. Если допустим здесь поставим. Придется отгрузку ставить на нос. Поэтому проще сделать. Проще сделать. Поставить в нос. Тройник ближе к носу. Чтобы не делать отгрузку грузами. Ну, лишняя работа. Один поставим ближе к носу. И на хвостик тройник. Ну, теперь можно будет померить, сколько он будет у нас длиной. Такая блатная у меня линейка у дочери попросил. 6,5 сантиметров. Ну, кому не видно, я скажу 6,5. Поверьте. 6,5 сантиметров. Ну, средний такой. Теперь уберем все лишнее. Все лишнее аккуратно канцелярским ножом выбираем. Довольно-таки. Трудоемкая работа. Ну, не то, что трудоемкая, но пробку так. Особенно на месте склеивания нелегко резать. Все. Вот такой вот у нас. Теперь можно обработать. Немного широкий получился. Можно обработать углы. Углы тоже связаем. Ну, и будем переходить к шлифовке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, прошлифовали мы воблер. Теперь сделал я для него для крючков, для тройничков, для поводка вот такой вот. Конструкцию тросика. Тросик распустил. Распущенный тросик и однажды ее коснул. Согнул, выгнул, как мне надо. Вот так вот. И примерно так вот она у меня получится. Ну, как-то так. Теперь нам надо на самой заготовке нашей сделать прорез. Прорез, чтобы поместить туда нашу проволочку. Пилочкой берем. Вот такая пилка. И прорезаем в облик. Ну, глубину там подбираем сами. Так, ну, вот что у нас получилось. Ставил я тросик. Пустоту, которая была там в прорезах, я заполнил клеем. И засыпал опилками, которые получились в обработке. В результате обработки. Засыпал. И как-то так вот. Теперь нам надо будет это все шлифануть. Шлифуем. Продолжение следует. Так, ну, вот какой получился воблер. Покрасил я его уже. Покрасил. Делал тренички. Ну, как-то так вот вышел. Лаком скрин. Вот такое вот. Сейчас проверим, как он в водичке у нас себя чувствует. Вот так вот он в водичке. Нормально. Нормально. По поводу того, что, допустим, бывает в облерозе в воду. Он вот так вот заваливается. Бывает вот так вот. Я их балансирую, можно сказать. Просто. Так как он из пробки сделанный. Беру вот эту живу. Стряса. Засовываю в эту сторону, куда мне надо. Сейчас я покажу. Вот такую живу. Немножко потолще, чем я делал основу для крючков, для поводка. И вот, допустим, если он у нас заваленный на эту сторону. На противоположную сторону. Засовываю ее. Я уже не буду показывать. Я его отбалансировал. Оно нормально так входит. Там кусочек засунул. Кусачками откусил его. Кинули в водичку. Попробовали. Выровнялся он, нет. Ну и таким методом. Так что такие дела. Всем спасибо, кому понравилось это видео. Ставим лайки. Подписываемся. Всем пока.